Зима заканчивается. Февраль – ее последний месяц. Нужно успеть подготовиться к новому удачному сезону и все тщательно спланировать. Ведь для достижения успехов нужна правильная стратегия. Здравствуйте! С вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». О чем будем говорить сегодня? О защите сада от солнечных ожогов, о зимней обрезке плодовых деревьев и о том, как привлечь помощники синичек и поползней, чтобы летом они защитили сад от вредителей. Сегодня отправляемся в гости к руководителю клуба «Сады 21 века» Александру Грюневу. Именно он подскажет нам, какие работы в зимнем саду нельзя откладывать до весны. Если присмотреться, в саду у Александра Владимировича часть деревьев побелены, а некоторые обернуты белой бумагой. Оказывается, она тоже защищает плодовые деревья от солнечных ожогов. Так что же надежнее? Давайте разбираться! У кого как осень проходит, Сотов провел ее там где-то, ну не знаю, где он их провел, вот приезжает, а уже холодно, уже мороз, красить уже деревья, надо красить побелка, а уже холодно, не получается. Вот тогда выручает бумажная обмотка. Вот такая штучка, вам, наверное, знакома, когда вы в кассе рассчитываетесь, он отрывает. Вот я как-то в клубе показал большущее дерево, большущую яблоню, и вся она обмотана, не крашена, а вот она бумажная. Я видел, что сзади не поверили, ну как же не поверили, вот я обмотан, не поверили. Очень быстро. А мы и большие деревья обматывали, даже не было. Если не верите, можем с вами попробовать обмотать. Так, ну тут уж придется склониться. Природа требует в себе уважения, не страшно стать и на коленке. Значит, первые веточки делаем вот так. Вот, бумага рвется, это не страшно. Вот, как бы в натяг. В натяг она здесь закрепляется. И каких-то дополнительных... Так, не очень хорошо получилось. Я вернусь, бумаге не жалко. Вот так. И у вас, если так где-то получится не очень удобно, где-то что-то назорвется, вернитесь. Вот этого рулончика хватает на достаточно большое количество растений. Мы переходим на... Вот, до самой верха не обязательно замат. Дальше что делается? Вы просто обрываете вот так. Вы пока не обрываете, да? А вас... А потом, вот, я достал бы, многие, особенно женщины, которые работают в офисах, знают, что это степлер канцелярский. Все, никаких клеев, ни веревочек, ни завязочек, ничего нет. Вот тот, кто пропустил защиту деревьев от солнечных ожогов, тот может, конечно, это дело наверстать где-то 5, 6, 7 марта. В это время практически каждый год бывают плюсовые температуры днем. Поэтому даже можно покрасить, если вы ухитритесь. Ну, для этого должны совпасть сами температуры, ваше свободное время, возможно, сюда приехать, покрасить. Так что здесь все под большим вопросом. Деревья у нас в условиях вот Приморского края, я не буду говорить в целом за природу, они в декабре уже, в конце ноября, в декабре входит в состояние глубокого покоя. Этот глубокий покой длится у всех практически до середины января. В середину февраля вот это состояние уже прекращается. Что это говорит? О том, что начинают оживать клетки. На ней и так живые все, но там начинается уже более активная жизнь. Как только пригреет солнышко вот здесь, оно выступает провокатором этой активной жизни, начинается там активная жизнь, клетки оживают, а ночью резкий мороз, и все это погибает. Солнечный ожог – это только провокатор. Провокатор гибели клеток, он их вызывает в жизни, а потом мороз убивает. А гибнут потом они уже от бактерий, от вируса. Поэтому если кто-то еще до сих пор начинает белить свои деревья к 1 мая, кто-то к Пасхе, кто-то к Дню Парижской коммуны, это ваше дело можете делать. Но это только декоративное с внешней стороны. А по глубине своей – это большая ошибка. Там, внутри, в клетках произошла гибель. Вы это все дело замажете, будете думать, что все в порядке, а осенью обнаружите, что где-то у вас вот там образовалась такая язва. Иногда побелку или покраску деревьев делают до развилок основных скелетных ветвей. Однако в защите нуждаются и более тонкие ветви, поэтому белить нужно все, до чего вы сможете дотянуться. Для этого рекомендуется использовать электрический распылитель, в который заливают разведенную водно-дисперсионную краску для фасадных работ. Вот эта вот веточка, видите, с почками уже плодовыми, они засветут. Конечно, надо подстраховаться ее закрыть. А вот эту, может быть, и не закрывать однолетние. Как правило, однолетние ветки выдерживают все это дело. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Хочу напомнить вам, что 1 февраля вышел свежий номер журнала. Он тематический и, можно сказать, весенний. Здесь все о семенах и рассаде. Мы продолжаем говорить о зимнем саде, который требует внимания и заботы даже после того, как его накрыло снегом. Под ним отлично чувствуют себя мелкие грызуны. Для наших плодовых деревьев это опасные соседи. Снегу радуется не только мы, чисто как люди, садоводы, что здесь снег. Мыши тоже радуются. Правда, они радуются, особенно начнут у нас в феврале. Я знаю, что снег еще выпадет. Этот снег покроется настом, уплотнится. И вот под этим настом там будет тысяча мышиных ходов. Они начинают шасать под снегом, подъедают мельчайшие семена сорняков, которые обязательно остаются. Мы их глазом не видим, они видят, их устраивают. Они поедают там опавшие косточки от слив, от вишен, неубранные остатки яблони. Ну, в общем, все эти отходы они подъедают. И где-то в 2 февраля, может, им голодно, тогда они еще. И для них молоденькие деревья, солики, молоденькие деревья, кара, это тоже, если не десерт, но, по крайней мере, очень такая вкусная, забавная, питательная вещь. Посмотрим, что надо сделать обыкновенному дачнику, чтобы сберечь вот это дерево. Ну, может быть, не завтра, послезавтра мы еще придут. Но то, что они придут, это 90% гарантия вот такая. Поэтому сейчас пойдем поборемся. Что мы делаем? Мы, конечно, сейчас снег мелкий, не сравните с тем, который еще выпадет. А в феврале обязательно выпадет, в марте, а голод тогда еще сильнее. Помогайте мне, если хотите. Но я почему сейчас это уплотняю? Потому что, когда появится нас, уплотнится все, снег тогда утаптывать будет сложно. Вот, иногда приходится даже брать с собой лопату и предварительно все это дело расчистить. Вот представьте, что снег этот более толстый, ну, допустим, сантиметров 20. Бывает у нас так. Мышка там ходит, ей там тепло, уютно. Коршун сверху ее не видит. Другие вредители нет. Ей там замечательно. Она высунула носик свой, а тут холодно, голодно. Она на виду. И место открыто. А иначе многократно повторяющаяся беда. Весной все растаяло, вы приходите. Хорошо, если заметили. А если не заметили, вот, яблонька расцветет и тут же засохнет. То есть диаметр этого круга не надо обязательно большой. Это не площадка для мышиных танцев. Это просто вот уплотненная гня, где мышка вышла, и дальше она не падет. Ей нет условий для того образа жизни, который она уже под снегом себе установила. Для чего еще нужно утоптать снег вокруг деревьев в саду? Для того, чтобы сохранить основание ствола от выпривания. Сех выпал на сырую землю. И выпал приличным слоем. И лежит, не тает. Я хорошо помню такие зимы и их последствия. Если не оттоптать вот так вот землю, а еще и если вы совершили очередную, ну, назовем это ошибку, промашку, начитавшись или наслушавшись советов, взяли вот перегноем здесь, утеплили вот это место, чтобы оно не замерзло. Ничего у нас не замерзло. На наших саженцах, которые готовятся в здешних питомниках местных, ничего не замерзнет. Это лишнее все. Мы создали здесь теплую подушку. И в теплую зиму у вас подпреет корневая шейка. Даже независимо от того, что сейчас зима, холодно, и вроде бы в саду делать нечего. Для хорошего садовода в саду всегда найдется обязательно занятие. Среди важных дел зимняя обрезка сада. Все, что вы планируете вырезать весной, можно начерно обрезать уже сейчас. Кстати, по поводу обрезки между садоводами идут споры. Одни настаивают, что после обрезки деревья хуже переносят зимовку и резать лучше ближе к весне. Другие, что весной начинается сокодвижение. Раны, нанесенные обрезкой, будут сочиться. Когда же проводить обрезку? Как ни странно, процесс, вернее, как ни странно для тех, кто обрезает, а может быть и услышать кому-то странно, лучше всего обрезать было бы в первой половине июня, когда активное сокодвижение уже прошло, не будет истекать соком эта ранка, и в то же время уже идет активный рост, когда эта ранка будет быстро зарастать. Но в практике практически так не получается. В это время что-то отсвело, что-то цветет, что-то начинает покрываться лицом. Другие работы и не до этой обрезки. Поэтому традиционно садоводы обрезку проводят в марте месяце, ну, в крайнем случае, в первых числах апреля, когда уже растение просыпается, внутриклеточные процессы идут, процессы заживания, в это время делается обрезка. Но мы приехали с вами зимой. Во-первых, обрезка, это должно быть достаточно нехолодно. Будем говорить так. Сейчас вот видите, уже холодно было, с утра я перчатки уже снимаю. Сейчас можно сделать обрезку предварительную. Вот, обратите внимание на эти ужасные пеньки. Конечно, нормальный образованный садовод скажет, ну, что это за безобразие? Это было бы безобразием, если бы мы это обрезали в марте и вот так бросили. А сейчас это, ничего страшного здесь нет. Для чего это касается, целый шток этих веток обрезали? Мы их сейчас быстренько вот в той бочке по всем правилам сожжем. Вот. И к весне у нас будут развязаны руки. То есть мы не будем таскать эти ветки, обрезать, смотреть где. У нас сформирована основная часть кроны. А вот когда наступит сезон, мы аккуратненько вот так подрежем. Что не надо, значит, удалим и замажем. А где надо, мы здесь еще сделаем прививки дополнительные. Так что сейчас это зимняя обрезка. Это обрезка предварительная. Мы разрушаем себя на весну. Вот и все хитрости. А все остальное по всем тем правилам, да, когда станет тепло, когда станет удобно, когда можно... Кстати, прививать можно с конца марта смело, если не мерзнут руки, если ваш садовый вар, который где-то здесь не стынет, и изолента у вас такая мягкая не превращается в дубовую. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Его читателям я напоминаю, что появился свежий номер журнала. Здесь все о семенах и рассаде. Помимо свежего номера, есть и другая хорошая новость. У журнала появился сайт? Если наберете в поисковике www.sadprim.ru сможете читать журнал в электронном виде, смотреть архивные номера и знакомиться с материалами, которые не попали на страницу журнала. Повторю. www.sadprim.ru Вы смотрите самую дачную программу. Сегодня мы в гостях у Александра Гринева. И уже выяснили, что солнечные ожоги и мыши для зимнего сада – опасные враги. Но у сада есть и верные друзья – это птицы. Сейчас по зиме нужно приучить их почаще прилетать на ваш дачный участок. Ну, я вам скажу, мы кормим не всех птиц подряд. Здесь сороки, они мне не нужны. Они мне совершенно не нужны сороки. Потому что летом они начнут помидоры грызть и клубнику поедать. Вороны только карканем своим здесь нагнетают обстановку. Ну, дятла мы, правда, приручаем. Здесь два дятла. Один зелененький, а другой, знаете, такой полосатенький, как матросик. Но они нас радуют просто своим присутствием. Воробьев эти стали уже вражьи. Они поедают все, сколько им их не корми. Поэтому кормим мы избранно. Только тех, которые заслуживают. А кормим синичек, поползней. Ну, вот в основном эта категория. Обыкновенная вода. Воду выпили, пробку открыли. Все. Если вы сильно торопитесь, значит, берете веревочку, обматываете вот так, обматываете вот так и подвесили. Сюда засыпаем семечки. И подвешиваем. Вот вам уже кормушка. В такую кормушку сорока не полезет. А воробьи ее боятся, потому что она раскачивается на ветру. Для удобства синичек кормушку можно немножко усовершенствовать. Тут протыкают две дырочки с противоположной садовой. Сейчас вы поймете, может даже не объяснять детально. Вот эти дырочки можно срезать тоненькие веточки и вставить вот сюда насквозь. Вот раньше мы закладывали туда маленькую щепочку, чтобы семечка заскочила и удобно было, не спотыкалась на семечках. А потом вот двойное ее совершенствование. Первое. Эта вот штука для крепления. Значит, что мы делаем? Мы берем, мы здесь привязываем шпагатик. Кто-то будет делать, возможно, сделает это лачее. Вот, пожалуйста, мы сделали такую подвеску. Да? Да. Заправляют кормушку сырыми семечками. Можно предложить синичкам семена тыквы и арбуза, но их придется дробить в кофемолке. В общем, принцип «мы в ответе за тех, кого приручили» здесь работает в полной мере. Зато синички сполна отблагодарят вас летом, очистят сад от листовертки, плодожорки и прочих незваных гостей. Сберегут ваши силы и яблоки. Если вы прикормите, а потом долгое время не будет пищи, они просто обидятся на вас и прилетать к вам не будут. Для этого на дачах можно что? Взять кусочек сала свиного, не соленого, обязательно не соленого. Значит, небольшой кусочек, какой где-то 150-200 грамм, хватает на 2, иногда на 3 недели, в зависимости от того, какое у вас население, все это пространство. То есть, если вы не можете часто приезжать, то вот эти вот сала может компенсировать. На этом мы прощаемся с вами. Еще раз приглашаю вас на сайт сады и огороды Приморья. Найти его легко. Нужно набрать в поисковике www.sadprim.ru Заходите на сайт, читайте журнал, смотрите нашу программу. А я прощаюсь с вами. И не забудьте, в следующий раз встречаемся весной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова